Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Меня зовут Метнецкая Наталья. И сегодня мы с вами рассмотрим тему группы сотрудников 1С зарплаты управления персоналом. При большом количестве сотрудников в компании может возникнуть потребность классифицировать их по тем или иным критериям. Такое разделение удобно при работе с документами и отчетами. Перейдем с вами к пошаговому выполнению действий. Настройка групп. Создание групп сотрудников выполняется в справочнике, который доступен в разделе «Настройка» группы сотрудников. Один сотрудник может относиться к нескольким группам одновременно. Поэтому при заполнении состава группы не контролируется принадлежность сотрудника к другим группам. Заполнение групп составом сотрудников возможно двумя способами. Либо ручное заполнение и динамическое формирование по заданным условиям. Рассмотрим с вами два варианта. И начнем с ручного заполнения. Для примера введем группу «Рабочие». Создать рабочие. Написываем документ. С помощью функции «Подбора» выбираем перечень сотрудников, относящихся к созданию данной группы. Давайте выберем «Инженер» и «Сторож». Этот состав фиксированный. Перечень сотрудников в него записан. И для его изменения надо будет вручную исключить «Добавить сотрудникам». При добавлении нового сотрудника в программу для отнесения его к какой-либо группе заполняется вручную в карточке. Давайте с вами как раз и посмотрим. Для этого переходим в «Кадры», «Сотрудники» и добавляем нового сотрудника. Выбираем «Организацию». Здесь заполняем все необходимые данные. И здесь мы с вами видим, не входит состав групп сотрудников. Если нам ее необходимо изменить, добавить, нажимаем на гиперссылку и выбираем ту или иную группу. Выбираем «Рабочие», нажимаем «Ок». И, соответственно, она у нас уже будет в группе сотрудников. Вот так мы с вами и разобрали, как вручную добавить группы сотрудников. Теперь рассмотрим динамическое формирование. В качестве второго примера давайте заведем с вами группу сотрудников, состав которой формируется автоматически с сотрудниками в возрасте от 18 до 25 лет. Для этого в основном элементе справочника группы сотрудников нужно установить флаг. Нам с вами формировать автоматически. И при нажатии кнопки «Настроить критерии отбора» установить условия отнесения сотрудников в группы. В левой части открывшегося окна отображен перечень доступных полей, по которым устанавливаются критерии. Нам необходимо найти с вами возраст и перенести ее в левое поле. То есть из левого в правое. В данном случае у нас будет два условия. Возраст больше или равно 18. Возраст меньше или равно 25. Здесь мы напишем название 18, 25 лет. Так, что мы с вами забыли сделать. У нас есть возраст и нам нужно вот этот перетащить сюда, чтобы оно было друг за дружкой. Выбрать два этих поля. А правой клавишей мыши необходимо сгруппировать условия. И здесь группа «Им». Ну и соответственно «Окей». Это важное. И дальше нажимаем «Сформировать список отбираемых сотрудников». Ждем несколько мгновений. И у нас с вами в результате отобразился список сотрудников, соответствующим этим критериям. Но если мы повторно зайдем в данную группу, список уже будет пуст. Это связано с тем, что состав формируется динамически и на текущий момент времени и в системе не хранится. Например, состав групп зависим от таких показателей, как возраст, образование, семейное положение и так далее. Краткосрочный промежуток времени может измениться. Удобство работы с такими группами заключается в отсутствии необходимости постоянного мониторинга состава групп. Перейдем к использованию группы в документах и отчетах. Сразу хочу сказать, что в документах и отчетах выбрать группы нельзя, но можно использовать их для заполнения перечня сотрудников. Для этого при вызове функции подбора, давайте сейчас с вами зайдем в кадры, все кадровые документы у нас открылся с вами создать, выберем кадровый перевод списком. Выберем нужную нам организацию, далее нажимаем «Отбор» и здесь вид списка по группам. Видите, у нас с вами отобразилось. И тогда в левой части справочника отобразятся все введенные группы и при выделении определенной группы в правой части будет отображен список сотрудников, относящихся к этой группе и к этому юридическому лицу. Используя сочетание «Контрол-А», мы можем выделить всех участников группы и перенести в документ наш с вами. Вот, соответственно, у нас в документе появился. И, соответственно, кадровый перевод можем провести и закрыть. На этом у меня все. Мы с вами разобрали, как в зарплате управления персоналом ввести группы сотрудников. Надеюсь, все понятно. Если вдруг у вас остались вопросы, вы можете их задавать под этим видео. Мы с радостью на них ответим. А я вам желаю хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok